Все мы с вами знаем, что огня без дыма не бывает. Вот именно об этом я сегодня и хочу поговорить. Всем доброго и очередного утра с Андреем Тихоновым. Рад приветствовать вас, дорогие мои коллеги-риэлторы, переговорщики, подписчики. Сегодня мы с вами разберем 16 главу, которая называется «Взаимосвязь. Необходимые и достаточные условия». Я начал с того, что сказал, что огня без дыма не бывает. И это происходит от того, что когда огонь горит, сгоревшие частицы, превращаясь в дым, начинают подыматься вверх. Отсюда мы можем сделать определенного рода вывод, что будет логически подразумевать, что если я сейчас разожгу костер, то, конечно, будет идти дым. Вот точно так же и в нашей с вами жизни. Если мы приносим людям добро, значит, естественно, как минимум не получаем зло. Но если делаем зло, то не должны удивляться тому, что люди с нами поступают точно так же. В этой главе автор, знаете, как-то замысловато. Он так это все объясняет, все какой-то терминологией, которую я не буду повторять. В ней нету просто-напросто для нашей с вами встречи смысла. Но я именно эту главу хочу пояснить с другой стороны. Со стороны человеческих взаимоотношений и вообще нашей человеческой жизни. Ну, давайте приведу такой пример. Как в большинстве случаев я это делаю, приведу его я именно из риэлторского бизнеса. Смотрите, существует три категории продажников. Так как то, что я сейчас буду говорить, это можно взять абсолютно к любому человеку, который занимается продажами. Первая категория. Это люди, которые выходят за рамки нормального объяснения. Объясняю почему. Существуют такие люди, у которых продажи получаются сами собой. Их на самом деле прямо единицы. Это люди, которые вот просто вот они от души вот какие-то продажники. Они вроде бы ничего не учат, не изучают, но в то же время делают продаж больше всего. Это говорят, что в крови, в генах заложено у него это качество. Поэтому эту категорию людей мы убираем. Мы с вами будем разбираться только со второй и с третьей категории. Вторая категория людей. Это люди, которые учатся, применяют то, что они узнали, то, чему научились на практике. То есть они сделали А. И получают желаемый результат Б. В виде комиссионных вознаграждений. А есть люди, которые относятся к третьей категории. Они ничему не учатся, ничего не хотят изучать. Но в это же время почему-то ожидают точку Б, которая принесет им доход. И ничего не получается. Точно так же и в отношениях с людьми. Еще раз повторюсь. Если мы несем людям добро. Если мы относимся к людям с пониманием. То и в конечном результате мы получаем все то же самое. Ну и естественно наоборот. Из этой главы мы можем сделать следующий вывод. Если мы хотим получить что-то. То нам для того, чтобы логически это было все. Необходимо сделать что-то для этого. А если мы просто будем сидеть и ждать, когда что-то произойдет, ничего не делая. Естественно, логически будет понимать, что в конечном итоге мы ничего и не получим. А на сегодня все. С вами был я, Андрей Тихонов, эксперт в области переговоров. Спасибо вам, дорогие мои подписчики, что вы меня смотрите. За ваши лайки, за ваши комментарии, которые я с огромным удовольствием читаю. Если это видео было для вас полезным, ставьте вот такой смайлик. И подписывайтесь на наш телеграм-канал. А самое главное, берегите себя с Богом.